Здравствуйте! Вы смотрите программу о деятельности волжских депутатов Думы о главном. С вами Екатерина Караваева. Сильная жара вновь создает проблемы для зелёных насаждений Волжского, как в городе осуществляется полив. Всё ли сделано для того, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация, когда от сильного зноя в городе погибли сотни деревьев. Об этом шла речь в ходе очередного рейда, который организовал спикер Думы Евгений Пыльнев. В программе объезда 5 пунктов, однако проблемы, которые имеются здесь, характерны в целом для города. 25-м микрорайону улицы Мира засыхает целая аллея тополей. Много деревьев уже погибло, на их месте красуются одни пеньки. Впрочем, и многие оставшиеся растения необходимо срочно спиливать. Это больной вопрос, он кругом сухостой. Где-то деревья уже отжили свои, где-то они действительно, может, начинают сохнуть от того, что не хватает полива ему. Но сухостой надо его вырезать, но на том месте, где был сухостой, надо сажать новые деревья. Поэтому была дана команда разработать программу, и этим будем заниматься в дальнейшем. Поливочный водопровод стоит денег, причем немалых. В условиях скудного бюджета изыскать несколько миллионов рублей на эти цели – задача весьма непростая. Однако и закрывать глаза на проблему нельзя. Без полива погибнут деревья, с трудом пережившие прошлогоднюю засуху. Сейчас дано поручение КЖД разработать программу замена старых деревьев на новые. Также долгосрочную программу по проведению технической воды для полива всех зеленых насаждений, которые есть в городе Волжском. Потому что где-то примерно от 20 до 25 процентов поливается питьевой водой. Это, конечно же, такой процент никому не нужен. Впрочем, в условиях жесткого дефицита средств в бюджете находятся способы решить вопрос с поливом. На отдельных участках работа по прокладке поливочных сетей идет полным ходом. Один из примеров – парк 60-летия октября. Здесь ведутся работы по закладке водопровода для полива тех деревьев, саженцев, которых я высадил за счет компенсационной высадки на гипермаркет на Логиново. Весьма показательный пример того, как бизнес помогает улучшению внешнего вида города. Идет новая проводка водопровода, после этого будут высажены деревья. То есть, ну, с мертвой точки что-то сдвигается в лучшую сторону. В тех местах, где нет поливочного водопровода, как, например, здесь, на улице Карбышева, в 32-м микрорайоне, уходом за зелеными насаждениями могут заниматься сторонние организации, которые выиграли соответствующий конкурс. В феврале месяце мы выиграли конкурс, вышли на аукцион, выиграли конкурс на обслуживание 32-го микрорайона. Мы здесь производим полив автоводовозными машинами. По графику, по договору у нас предусмотрено один раз в неделю. Такая забота о зеленом убранстве города должна стать примером для подражания, уверен спикер Думы Евгений Пыльнев. Хотелось бы обратиться с просьбой к тем коммерческим фирмам, чтобы побольше выходили на конкурс, и как-то душа болела, чтобы наш город был зеленый и красивый. Один из первых шагов в этом направлении Волжская городская дума уже сделала. На последнем седании Думы депутаты выделили на полив зеленых насаждений на внутриквартальных территориях больше 9 миллионов рублей. Впрочем, не обошлось без проблем. Водоканал может освоить эти средства только основываясь на показаниях приборов учета, установленных на каждом поливочном кране жилого дома. Таких на каждом объекте от трех штук и более. Для установки потребуется время и около трех миллионов рублей. Управляющие компании готовы эту работу проводить, но хотя бы, чтобы как-то был вопрос решен по финансированию. Потому что ни в бюджетах управляющих компаний эти работы не заложены, скажем так. И, может быть, из тех денег, которые на полив выделены администрации города Волжского, наши предложения именно управляющих компаний, для того, чтобы их можно было освоить, часть этих денег именно направить на установку этих приборов учета. Ну а пока заинтересованные стороны занимаются поиском выхода из сложившейся ситуации, управляющая компания «ЖУК» взяла на себя заботу о зеленых насаждениях в подведомственной территории. На 52 домах, где установлены общедомовые приборы учета, коммунальщики за свой счет оплачивают полив из расчета ежедневно по 1000 литров воды на каждый дом. В итоге деревья не сохнут, и поливная вода не отражается финансовым временем в платежках горожан. Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Дружбы выходит на финишную прямую. На этой неделе на объекте прошла очередная планерка, на которой обсуждался ход работ. ФОК на улице Дружбы обещает стать самым крупным спортивным объектом в городе. Площадь спортивных залов составит 4000 квадратных метров. Два года идет строительство этого сооружения, стоимость которого составит 172 миллиона рублей. И ориентировочно 1 октября физкультурно-оздоровительный комплекс будет сдан в эксплуатацию. Финансируется работа из бюджетов трех уровней, федерального, областного и местного. Даже в условиях нехватки средств депутаты городской думы проявили принципиальность и профинансировали свою часть расходов. Нужно отметить, что на данном объекте был учтен опыт возведения ФОКа Русь в 37-м микрорайоне. Поэтому удалось избежать многих ошибок. У нас были проблемы здесь с парковками, с ограждением. Сразу внесли коррективы и раздвинули границы участка. Теперь у нас будет здесь нормальная парковка, нормальные подъезды. Сегодня возведение объекта практически завершено. Строители готовы приступить к отделочным работам в основных залах ФОКа. Безусловно, дело движется. Я вижу, что все симпатичнее, красивее становится этот зал. Я думаю, что это самый крупный зал у нас будет в Волгоградской области. Но единственное, скажем так, пока на сегодняшний день недостаток, что здесь будет малое количество зрителей. Всего 330 человек. Я считаю, что для такого зала, конечно, это мало. В ходе планерки вопрос увеличения количества зрительских мест был снят с повестки дня. Ведь, чтобы реализовать задачу, нужны не только более вместительные трибуны. С этим-то как раз нет проблем. Увеличение посадочных мест ужесточает меры противопожарной безопасности. Нужны дополнительные выходы, а это уже конструктивные изменения. Оставим пока все как есть. Таким было общее решение участников планерки. Тем более, что сейчас на повестке дня еще несколько весьма актуальных и важных вопросов. Финансовых в том числе. 21 миллион рублей недополучил объект из областного бюджета. Есть надежда, что на очередном заседании региональные парламентарии внесут необходимые поправки. На сегодняшний день в очень хорошем состоянии идет и само строительство объекта. И надеюсь, что вот те финансовые проблемы, которые возникли, с помощью областных депутатов, с помощью ЖОЛБа. Владимир Шмейт, мы эти проблемы решим. Сегодня все необходимые документы подготовим. И надеюсь, что деньги в ближайшее время получат. 20 июля решится и вопрос поставки оборудования. На совещании, которое пройдет в Москве, будут утверждены сроки. Ориентировочно в сентябре дорогостоящий инвентарь будет привезен в Волжске. После чего к монтажу приступят столичные специалисты. Так что к 1 октября должны успеть. Ну а почетные гости уже собираются приехать на его открытие. По словам Олега ЖОЛОБова, Волжский посетит трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, который особенно рад тому, что в Волгоградской области наконец-то появится просторный борцовский зал. Без сомнений, новый ФОК станет не менее популярным, чем комплекс Русь, который недавно обзавелся еще одним залом. Плюс к тому, который был, еще один открыли. Там и пилатес, там и йога. Такой большой наплыв людей, которые хотят заниматься, которым нужно такое место, где вот можно заняться спортом. Я думаю, что вот этот центр, тем более еще учитывая, что здесь мы рассчитываем и футбольное поле сделать, и каток, и бассейн, если получится. Это будет, конечно, вот жемчужина, да, вот спортивного какого-то праздника, спортивного духа прямо в центре нашего города. Поддержка молодежи – одно из принципиальных направлений работы депутатов Волжской городской думы. Совсем недавно народные избранники выступили с очередной инициативой по данной тематике. Речь идет о выделении земельных участков для молодых семей. Подробности рассказал инициатор проекта Аслан Рустамов. В составе Волжской городской думы немало молодых депутатов. Поэтому темы, которые беспокоят именно эту возрастную категорию горожан, особенно близки народным избранникам. В рамках работы с молодежью, а мы знаем, что молодежь – это стратегический ресурс общества, что это наиболее активная часть населения, у нас есть ряд инициатив. Это инициатива по квотированию рабочих мест на предприятиях. Она нашла свое отражение, и региональный парламент принял такой закон. И вот, если взять из последних, наиболее значимых, это концепция патриотического воспитания молодежи, и, конечно же, выделение земельных участков для молодых семей. На заседании депутатских комиссий эта тема обсуждалась. Для ее реализации усилий только волжских депутатов недостаточно. Необходимо внести изменения в 809-й федеральный закон, в котором выделение земельных участков молодым семьям не предусмотрено. При подготовке законодательной инициативы, по мнению Рустамова, имеет значение все – где будут находиться участки, имеют ли они коммуникации и удобно ли до них добираться, в том числе и на общественном транспорте. Только после детального обсуждения всех нюансов, предложения депутата Волжской думы будут переданы в региональный парламент. Эта проблема очень актуальна, проблема земельных участков для молодых семей. Почему? Потому что сегодня молодой семье, молодому человеку приобрести жилье практически невозможно, если мы посмотрим, какие цены. И, конечно же, это будет достаточно серьезная помощь со стороны органов местного самоуправления молодым семьям. В свою очередь депутаты надеются, что самая мобильная и динамичная часть населения города и сама будет более активно участвовать в общественной жизни Волжского. Сегодня молодежь в городе активная, сегодня молодежь в городе интересная, сегодня молодежь в городе стремительно развивается. И если есть какие-то молодежные инициативы, если есть какие-то проекты у молодых людей, либо есть просто желание работать, не жить по принципу «моя хата с краю», если хочется что-то делать полезное для города, то всех мы ждем, всех мы приглашаем в Волжскую городскую думу. Значит, эта работа будет обязательно доведена до логического завершения, подчеркнул Аслан Рустамов, как и другие проекты, которые будут рассмотрены депутатом Волжской городской думы в осенней сессии. Это и многие другие задачи, связанные с усилением материально-технической базы здравоохранения, образования. И, конечно же, в принципе, будем продолжать работать с избирателями непосредственно в тесном контакте. Все проблемы, которые есть на округах, это и по ремонту внутриквартальных дорог, это и по жилищно-коммунальным проблемам, также будем работу продолжать. Любые вопросы, беспокоящие ветеранов, должны решаться в первую очередь, уверены депутаты Волжской городской думы. Поэтому, узнав о проблеме, которая беспокоит пожилую женщину-первостроителя, помощь ей решил оказать заместитель спикера представительного собрания Дмитрий Литвинцев. Биография Нины Васильевны Коваленко типичная для человека советской закалки. Трудилась на заводе, вела активную общественную работу, была депутатом Гурсовета второго созыва. В 1988 году вышла на пенсию. К сожалению, спокойную жизнь нарушили проблемы со здоровьем. В этом году Нине Васильевне ампутировали ногу. Для лечения и восстановления назначили дорогостоящие препараты. Выписывает меня бесплатный рецепт. Вот полмесяца пила, начинает кушать, меня рвет. Глотать не могу, все назад. А вот такой стали, посоветовали дочери, эта женщина. И вот мы купили, я это принимаю, отлично. Лекарства нужно принимать регулярно, а стоят они немало. Узнав о проблемах, которые испытывает пожилая женщина, заместитель спикера Думы Дмитрий Литвинцев поспешил на помощь. Забота о таких людях, она должна быть постоянной. Люди должны чувствовать на себе, что действительно они достойны и достойно прожили жизнь. И мы готовы сегодня этим людям помогать и делать так, чтобы их жизнь сегодня хотя бы немножечко была лучше, чуть-чуть проще. Несмотря на проблемы со здоровьем, Нина Васильевна не отчаивается. В ее ближайших планах побывать на праздновании Дня рождения Волжского, города, которому она посвятила всю свою жизнь. На этом наша программа завершена. Ее электронная версия в интернете по адресу www.achtobotv.ru Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова